Шестилетняя Оля увлекается лего уже давно. Дома, рассказывает первоклашка, есть немало красочных наборов. Собирать разноцветные детальки вместе и строить целые дома ей нравится ничуть не меньше игр в куклы. Лего, отмечает малышка, для всех. Неважно, мальчик ты или девочка. К тому же сейчас знаменитый конструктор помогает детям в учебе. Я думаю, что лего, когда ты играешь, ты тоже учишься, потому что ты развиваешь мелкую моторику. Лего – это не просто игра с красивыми разноцветными фигурками. Сегодня датский конструктор использует в обучении по всему миру. Не исключение и наша страна. Бобруйский первый лего-класс начал работу в 34-й школе в сентябре 2018-го. Тогда же открыли и само учреждение образования. Сейчас таких классов в учебном заведении два. Игровая деятельность, особенно после детского сада, она остается ведущей еще в первое время в начальной школе. И поэтому на игре и завязано наше обучение. Но это больше все-таки обучение, это образовательная технология, которая помогает справиться с учебным материалом. Малыши учатся с удовольствием. С помощью лего они познают азы математики, языка и окружающего мира. К тому же процессы очень творческие. Конструктор позволяет ребятам воплотить в жизнь свои идеи и фантазии. Развивает усидчивость и работоспособность, а также совершенствует внимание, память и мышление детей. Я думаю, что ребята, которые учатся в лего-классах, достигнут больших-больших результатов в своей жизни. Потому что этот конструктор развивает мелкую моторику, соответственно, развивается речь. Ребята будут большими фантазерами. В будущем, я думаю, что они станут робототехниками. Возможно, и в школе номер 34, и в других учреждениях образования появится больше лего-классов. Ведь обучение по подобным технологиям поможет детям в будущем. Раскроет их индивидуальные особенности, научит логически мыслить и правильно говорить. Анастасия Шевцова, Дмитрий Шевцов. Бобруйск, 360.